Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава 2 книги Парлипомэнн или Хроник И я читаю привод российского библейского общества для библейского портала экзегет Ну вот в конце 10-й мы читали о том, как отделился Израиль, Северное царство от Южного Иузея И это было связано с тем, что Рихавам, молодой царь Израиля, сын Соломона Он грубо отвечает своему народу Народ хочет как-то облегчить свое положение Ну чего хочет народ, чтобы поменьше подать и платили, чтобы жилось получше Он всегда этого хочет Но Рихавам ему отвечает грубо, не только не снижу вашей нагрузки, наоборот ее увеличу Буду вас пороть не плетьми, а кнутами, то есть еще тяжелее все будет И северные племена просто разворачиваются и уходят от него И не хотят ему подчиняться Что делает обычно правитель такой ситуации? Ну и отправляет войско покорить, подчинить Когда Рихавам прибыл в Иерусалим, а он был в другом городе, в Шехеме Там он пытался стать царем и над северными племенами То собрал из Иудеев и Вениамитян, а это два племени, которые ему еще подчиняются 180 тысяч лучших воинов Они должны были идти войной на Израиль и вернуть Рихаваму царскую власть Тогда Шемае, человеку Божьему, было слово Господа Скажи Рихаваму, сыну Соломона, царю Иудеям И всем сынам Израилю мы с племен Иуда и Вениамина Так говорит Господь Не ходите воевать с вашими братьями, расходитесь по домам Что случилось, то случилось по моей воле Услышали они слово Господа, не пошли на Иерусалим войной Иерусалим это тот, кто стал во главе северного царства Отныне они разделены Смотрите, а почему Вот мог бы Господь ему объяснить Вот ты вот так себя грубо вел, и люди от себя отвернулись Теперь уж не жалуйся Или еще что-то А у Бога просто есть свой замысел Человек не всегда его понимает И для нашего повествователя даже не важно почему Он обращает внимание исключительно на все, что связано с храмом Храм на территории Иерусалима, на территории Южного царства Правда на самой границе с Северным, но все равно Ну и что, и дальше идет рассказ очень краткий О царях, многих, которые правили в Иерусалиме Рихавам стал править в Иерусалиме Он отстроил города Иудеи, сделал их крепостями Он отстроил Вифлеем, Этам, Текоа, Бетсур, Суху, Адулам, Гатмаришу, Зиф, Адураем, Лахиш, Азыку, Цуру, Айалон и Хеврон Сделал их крепостями на землях Иуда и Вениамина Поделились, приходится выстраивать оборонительные рубежи Против собственного даже народа его северной части Он укрепил оборонительные сооружения, назначил начальников Создал там запасы продовольствия, масла и вина Разместил щиты и копии во всех городах Он очень хорошо укрепил города Иуда и Вениамин были его владениями При этом такой практичный царь С народом говорить не умеет, а хозяйством заниматься И военной подготовкой вполне Священники и левиты, жившие по всему Израилю Отовсюду собрались к Рихаваму Левиты даже бросали свои пастбища и владения Чтобы переселиться в Иуде и в Иерусалим Потому что Ирвам и его сыновья не давали им служить Господу В чем тут дело? Левиты должны служить Господу Северное царство отделилось И все, они говорят, теперь не ходите в Иерусалим Теперь у нас все свое Иерусалим нам чужд Они должны служить, вот они переселяются Ирвам назначил священников, чтобы они служили в капищах Служили козлищам и тельцам, которых он сам же и сделал Языческие культы В Иерусалиме храм единого Бога А если единому Богу не хотят они приносить жертву Надо им своих каких-то наделать башков и им служить Что и происходит Но во всех израильских племенах находились такие люди Которые от всего сердца стремились служить Господу Богу Израиля И они вслед за Левитами отправлялись в Иерусалим Чтобы приносить жертву Господу Бога своих отцов Они укрепили Иудейское царство и усилили власть Рихавама Сына Соломона на три года Потому что в течение этих трех лет они шли по пути Давида и Соломона То есть вот смотрите Рихавам опрометчиво посеял разделение И уже не может подчинить себе северное царство Но может привлечь оттуда лучших людей И деление которое может быть сначала было чисто политическим Становится делением религиозным На севере языческие культы На юге по крайней мере какое-то время культ единого Бога И люди переходят из одного царства в другое В зависимости от того что им ближе Рихавам взял жены Махалат Отцом которой был Иеремот, сын Давида То есть родственницу даже свою А матерью Авихайль, дочь Илява, сына Исея Она родила ему сыновей И Еуша, Шимарию и Захама Еще Рихавам взял жены Мааху, дочь Ависсалама Тоже, кстати, Ависсалама, это же сын Давида И она родила ему Авио, Аттая, Зизу и Шеломита Рихавам любил Мааху, дочь Ависсалама Больше всех остальных жены наложниц А всего у него было 18 жены 60 наложниц Тогда у царей было принято иметь большие гаремы Рихавам назначил Авию сына Маахи Первым среди братьев и наследником царского престола Мудрым решением он разослал своих сыновей В разные части Иудеи и Вениамина по крепостям Обеспечивая их припасами в изобилии и дав им жен Вот, кстати, рецепт против всевозможных гражданских войн То есть, каждого он поставил где-то отдельно из своих сыновей Дал ему все, что ему нужно Но одновременно отрезал его от Иерусалима У Давида В этой книге мы не читали А в книгах царств мы читали много об этом У Давида царские сыновья Болтались сами по себе Как Ависсалам там поднимали восстание Устраивали между собой Какие-то разборки и все такое прочее А тут они вот каждый в своей крепости сидит Следит там за порядком Всем обеспечен Ну и с другой стороны Он на Иерусалим никак не может претендовать Потому что у него ресурсов на этот Иерусалим не хватит Ну что ж Все вроде хорошо Ну то есть не все хорошо Да, северное царство отделилось Но в южном все достаточно хорошо А дальше будет сбываться то Что, собственно говоря, в молитве Соломона мы слушали Пока вы соблюдаете закон Господень Господь с вами Как только вы его нарушили Вот об этом 12 глава Что будет? Продолжение следует...